Сегодня у нас интервью с молодым предпринимателем Владимиром, живущим в Канадостане. Владимир, расскажите, пожалуйста, как вы стали таким успешным бизнесменом? Здравствуй, Россия! Кроч, дело было так. Мой дедушка, когда путешествовал по Европе, далекие такие сороковые годы, со Шмальцером, каждый раз, когда захотели деревню, спрашивал первым делом, матка, кури, яйки? И мы начали думать в этом направлении. Нашел очки, блин, как это вдоль трассы, и теперь как дурак с махоркой с ними хожу. Вот это вот мои, это самые подопешные. Люди спрашивают, зачем тебе надо? А, не знаю, блин. Если сами не знаете, если такой вопрос задаете, то ваши даже и ответ не поймете, зачем надо. Друзья, это мои. А еще яйца, пацаны, яйца. Не у каждого есть яйца. Вот даже попадаются мужики на жизненном пути, у них нет такого товара. А у нас каждый день несут вот так дюжинку. Фу-фу-фу. Звук крышат пацаны, дядя Вова, добавь звук. Сейчас пойдем добавим звук. Так, пойдем посмотрим, что у нас здесь есть. Мы вчера с тетей Олей работали, порядок везде наводили. Вот здесь поставили корм и водичка новым нашим постояльцам. Видите, пугливые такие бантамчики называются. Это уже взрослые курочки, две штуки бантам. Ну, хочу детей удивить. У нас когда-то были такие. О, домик мы собрали вчера. Видите? Ой, вообще дофига чего. Квотчик уже посадили еще одну. Ну, бедолага сидела, сидела. Мы сейчас не пойдем проверять. Перенесли ее в другое помещение теперь. Ой, петухи друг друга гоняют. Видишь, как люди, блин. Так, пойдем посмотрим, что у нас здесь есть. Халабуды все разваливаются. Но мы вчера хоть немножко прибрали, как их приготовили для новых постояльцев. Видишь, даже кручежки есть, как положено. Ну-ка, кто у нас тут? Ой, бай. Ой, бай. А тот на заднице сидит. Это, наверное, этот, как в зоне по хантам. Или кто вот так это угловое место занял. Овес кушаете, пацаны? Вода разлили, что ли, елки-палки? Давайте, выходите. Эй, курицы, иди, иди отсюда. Гуляй, гуляй, еще. Иди. Пойдем дальше, посмотрим сеновальчик. Вот здесь написано, осторожно, там это самое, на медведя. На самом деле, это не на медведя, это для зверьев. Так, здесь тоже кружочек сделали, все прибрали вчера. Сено сам косил, видишь, этот угол скидал. Клеточки поставил для кроликов, видишь. И смотри, какой звер сидит. Крупный такой, крупный. Сказали на мясо, я говорю, жалко как-то на мясо. Это, это первая ночевка у них такой. Ну, а потом посмотрим, куда их, надо их куда-нибудь, это. На волю наджалял, он жалял большой, пусть бегает. Убегут, так убегут, правильно. Такого крупного грачи не утащат. Ну, все, вроде все посмотрели. Пойдем работать. Ну, приветски, комрады. Это Реналд. Маленькая собака. Я буду покажет тебе. Не знаю. Ну, буду, буду. Ты будешь видеть. Вводя. Не говори по-русски. Знаешь. Очень хорошая собака это. Знаешь, где это собака? И это динамитский. И это Реналд. Где он? Где? Реналд. Очень хорошая. Смотришь, как-то. Как зовут? Зайцы. Зайцы? Это зайцы. Большой, как снег. Это динамит. Это динамит. Это Вова и Оленька. Ну, пойдем, покажу что-то. Пойдем. Я пацанам не показывал, но раз Элле с камерой, Элле можно доверять. Пойдем. Элле у нас это. Собой человек. Хорошие, пацаны. Вон там зайцы. Зайцы бели, бели уже, потому что зима скоро, да? Зайчики бели. Это большой. Курюб не бели, а еще есть мелкий. Так, потом рябчики, рябчики покажи. Смотри, сколько рябчики. Смотри, вот рябчики. А пацаны скажут, они все это видели уже. Пойдем, что-нибудь покажем, что они не видели. Пойдем. 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 Пахнет вкусно, да. Вот они спрашивают, а дядя Вова, а дикие свиньи у вас есть? А черные кабаны есть? Есть, конечно. Вон. Хирю-хирю делает. Хиряк-хиряк. Оинг-оинг. А, да не оинг. Что это? Хрю-хрю. Хрю-хрю. Приветский. Ниф-ниф и наф-наф. Наф-наф. И пахнет как... Не знаю, не знаю. Не очень хорошо, да? Не очень хорошо. А потом. Освоится, ребята, потом мы их покажем. Хорошо. Так, пойдем еще что-то покажем. Хорошие пацаны у нас на канале есть. Ребята, которые нас лайкают и которые дизлайкают. Я поймал двух дизлайкщиков и я их запер там. Сейчас я их вам покажу. Пойдем. Дизлайкщики. Хейтеры. В клетке. Уникальный смертельный номер. На ютубе такого еще не было. Вот это лайкщики. Вот эти два, это лайкщики. А вон там, покажи, в клетке. Там дизлайкщики. Это хорошие лайкщики. Это хорошие, это лайкщики, да. Ага. А те вон дизлайкщики, хейтеры. Вот, смотри. Дизлайкщики. Приветки. Молчат дизлайкщики. А то такие герои были. Дизлайк, дизлайк, палец вниз. Мне не нравится, что ты Советский Союз обсираешь, что ты за Владимира Владимировича не голосуешь, что ты опять на выборы не приехал, что полковникам деньги не даешь, они с голоду помирают. Это что это? Голова. Что это зовут? Глаз. Глаз. Смотри, это глаз. Есть. Все понимают, да? Да. Дизлайкщики, но они все понимают. Ну ладно, ребята, шутим. Это маленькие такие карликовые козочки. Они больше не вырастут. Вот этот черный с белым, это мальчик. А вот это вот стоит, это девочка. Мальчику полтора года. Нет, мальчику всего меньше года, 8 месяцев. А девочке больше годика. И знаете, что случилось, когда мы их гружали, девочка как рванула из кузова, пока я мальчика взял, и умчалась по автостраде. И мы тут на нескольких автомобилях и на квадриках гонялись за ними. Народ балдел, блин, тут. Ну, домашние козы в тайге. Ага, ну поймали ее. Собачка задержала немножко. И это она беременная, мы думаем. Ну вот так вот. Хозяйство растет. Уму дяди Вовы все меньше и меньше, блин, мозгов. А знаете что, пацаны, давайте закончим этот фильм о торжественной ноте. Я вот так сегодня подумал и решил. Жизнь нам дается один лишь только раз. И прожить ее нужно так, как сам хочешь. Насрите на все и всех, блин. И вот что душа просит, то и делайте. Потому что завтра хер его знает. А вдруг не проснешься, блин. А вдруг это врачи скажут тебе все, повестка, блин, это. Иди нафиг на тот свет, блин, там. Томатистическая партия Советского Союза ждет тебя, блин. Ну поэтому живите, пацаны, живите для души, блин. Вот так вот нафиг. Бонтанчики, козлики, блин, поросятки, кролики, курочки. Смотри, какие яйца несут. Смотри, смотри. Такие ваше нее, смотри. Это гольфовый шарик, что ты в гольф играть, елки. О, да, говорит. Яйцы вот здесь. Тетя Эля собирала сегодня. Пашку полную собрали, унесли. Вот смотри, какой, смотри. Не, не будем, сглазим еще, да? Яйца крупные. Все, кончай. Киносъемка, поехали. Смотри, смотри, смотри. Воры, воры. Что вы там вынюхиваете? Это мы с тетей Олей делали, там изобретали. Там сделали трубы, всякие ходы, блин. Это, короче, это тетрис сделали. И потом накрыли крышу, чтобы дождь не эта самая. Я еще веточками там иду и все. Вообще, вообще. А что этот собак дурной? Что ты гавкаешь? Что ты хочешь? К поросятам в клетку? Нельзя. Нельзя. Ты еще не дожил, не дорос до них. Кидается на курей. Да, вот это, хочет скушать курей. Ой, дурак, ой, дурак. Рени. Эй. Ягодки красные кушай. Ну. Все будет хорошо. Ну все, хорошее. А вы знаете, дорогие малыши, что повешенные прапорщики тоже ночуют. Итак, на дворе ночь. Вот в этом вся прелесть того, что никогда ни на кого не работаешь, а только на себя, что херачишь до поздней ночи. Потом, пацаны, вот я не знаю, какая у вас беда, блин. Но всегда вам подавай ночные съемки, всегда со звуком потише, блин, заколебали уже. Вон там это, видите, все изменилось немножечко. Вот так эта золотая рыбка приходила, желание исполняла. Ага. И вот здесь тоже немножечко изменилось. Ну это не видно, уже темно. А знаете что, пойдемте-ка мы отправимся на ночную прогулку. А вообще, чтобы это, не было недоразумения между нами, девочками, давайте договоримся так. Вот все, что зверье, которое вы видели, это не то, что дядя Вова такой шлепнутый там, или что у него деньги давать некуда. Совсем наоборот. Просто он очень такой хитрый. И когда избушка мды стоят пустые, он кидает объявы. Эй, громадяне, а у кого есть овес, навоз или живность, давайте будем меняться. Я вам избушка мды, а вы мне зверушкам мды. И вот так вот состоялись все наши сделки. И куры, и кролики, и поросят, и козочки. Все это в обмен на проживание в наших шудесных избушечках. Все, идем в лес. Видно хоть что-нибудь, нет? Ни хрена не видно, наверное. Но в это время как раз ети активные волки и ведмедя. И мы пойдем их искать. А дело было так. Жил один был злобный дядя Вова. И было у него в дому две женщины и две собаки. И вот собрался он и сказал им, идите за рыбой и поймайте мне рыбу. Дядя Вова ухи хочет. И пошли они с удочкой к озеру. Ну что, девчата? И барашки. А где эта рыба? Сломали мы удочку с левого. Била большой-болочой рыба удочки сломала. Удочка, пью, в двух местах. Такая рыба была? Да. Офигеть. Вот такие сомы водятся. Ну, елки-палки. Самую лучшую удочку дал. А не расы. Вот без рыбы остались, да? Ну, я говорю, Эли, когда папа говорит, надо слушать. Говорил. Говорил. Старый джигит знает, что запасной в кармане должен быть всегда. Ну, папа, я тоже на идее, что он сихлях не станет. Ну, ладно, без ухи сегодня. Черт с ним. Он маленькую собаку заколбасим и пожарим. Оаа. Ну, ладно. Ну, ладно. Продолжение следует...